Встреча с офицерами прошла в Искитиме в рамках акции «Есть такая профессия – родину защищать». Разговор шел о службе по контракту. В военном комиссариате поделились целями и задачами проведения подобных мероприятий. Могу ли я служить дома? Главный вопрос, который задают парни, когда речь идет о службе по контракту. Офицер пункта отбора на военную службу Рамиль Каримов говорит, что его об этом спрашивают на каждой встрече. А он отвечает, что вариантов много. И выбор в данном случае зависит только от молодых людей. Этим контрактники и отличаются от срочников. Самое главное в службе по контракту – мы подбираем родственную специальность, которую он получил в своем учебном заведении. Среднепрофессионального или высшего учебного образования. Если он электрик, кем он может быть? Будет электриком, водителем электриком, просто электриком, техником и так далее. На первых этапах службы уже военнослужащие убывает специальный учебный центр. У нас их несколько в России. Соответственно, в каждом военном округе есть свой учебный центр. И там, соответственно, он проходит подготовку, курсы выживания. Служба по контракту – не просто работа, а выполнение воинского долга, но уже на профессиональном уровне. Поэтому такое предложение всегда больше интересно выпускникам учебных заведений. Из условий к кандидатам – гражданство Российской Федерации, крепкое здоровье, отсутствие судимости и хорошая физподготовка. Это еще и военно-патриотическое воспитание. То есть мы хотим, чтобы ребята на примере тех офицеров, которые приезжают к нам, которые рассказывают о службе, чтобы они видели и именно стремились стать такими же. Потому что в нашей армии есть люди, на которых нужно быть стремится и на которых нужно быть похожими. Города и страны, в которые отправляются контрактники, предлагаются на выбор. Но если выбор сделан, отменить это решение уже невозможно. Продолжение следует...